Продолжаем работать с сайтом LinkedIn. На момент просмотра этого видео вы должны быть уже там зарегистрированы. Итак, входим в свою учетную запись. Сейчас сайт подгружается и он у нас абсолютно пустой. Наш профиль, есть только те данные, которые мы указали при регистрации. Теперь давайте продолжим его заполнять. Для этого переходим в меню профиль, смотреть профиль. Ну и первое, что нам надо, это конечно добавить свою фотографию. Добавляем, можно использовать веб-камеру на ноутбуке, либо там, если у вас стационарный компьютер, то обычную веб-камеру. Но лучше все-таки загрузить фото, у вас фото уже должно быть. Вот мое лицо. Да, конечно, голос, наверное, не соответствует этому фото, но именно так я выгляжу в реальной жизни. Да, фотографию подбирайте обычную, такую, то есть где вы один, там, либо только лицо, либо там, ну по пояс. Не надо фотографии типа, вот я и моя семья, вот я и мои друганы, вот я и пивасик, вот я на отдыхе. Ну, в общем, что-то такое нейтральное, сами понимаете. Так, фото у нас добавилось. Теперь также желательно добавить вот фото, которое на бэкграунде будет находиться. Добавляем. Так, ой, что это я? Вот здесь. Так как у нас профиль будет из IT-сферы, ну, добавляем соответствующую картинку. Да, вот у нас какой-то ноутбук, тут пишется какая-то программа. Ну, все, давайте жмем кнопку применить. Если вы ищете работу в другой сфере, там, я не знаю, вы, может, автомобилист, да, там какой-то. Ну, соответственно, давай добавляйте фотографии, которые соответствуют вашей тематике. Жмем применить. Все, теперь видим, все выглядит очень даже симпатичненько. Кроме того, есть тут такое понятие, как эффективность профиля, да, начальный. И тут нам будут даны подсказочки. Так вот, мы наводим указатель мыши и видно, да, что у нас, какие разделы заполнены, какие нет. То есть, регион я указал, фото указал, отрасль. Осталась должность, образование, навыки, ну, и общие сведения. Давайте нажмем добавить раздел и перейдем в раздел навыки. Тут, может быть, изначально написано все, что угодно, даже, которое к нам не относится. Ну, инженерное дело, гостиничное дело. Добавляем свои навыки, да, английский язык. Да, можно писать на русском языке, а на английском. Желательно, кстати, на английском писать. Ручное тестирование давайте добавим. Давайте добавим веб-тестирование. Тестирование. Так, есть такое. Давайте добавим мобильное. Мобильное тестирование. Так, добавили. cross-браузерная то есть тихование в общем добавить можно все что угодно по моему максимальное количество навыков то ли 30 то ли 50 в общем добавляйте потом посмотрите другие профиля что у кого добавлено ну может что-то добавить и себе да там если вам сразу на ум не приходит что можно еще вам сюда добавить мы жмем кнопочку сохранить видим сохранено шкала у нас видим еще подвинулась то есть эффективность профиля у нас повысилась теперь заполним раздел в поиске работы нажмем это вот редактировать значит должность которую мы ищем уже заполнена выбираем какой формат работы нас интересует до выберем все три и в офисе может быть гибридный может быть удаленная регион проверяем до выбираем до сразу готовы работать либо позднее приступить тип занятости еще смотрите кому будет введен ваш профиль только рекрутером и чаром либо всем участникам если вы добавите всем участникам то обратите внимание тут возле вашей фотографии будет такая надпись по моему сейчас надавлю она больше сайт в общем сохраняем open to work то есть всем будет видно что вы ищете как бы новую работу следующий раздел который мы будем заполнять находится вот здесь и так жмем на карандашик и это редактирование сведений изначально тут находится информация которую мы указали при регистрации но возможно ее придется изменить например заголовок это у нас преподаватель университет но мы ищем работу в другой сфере поэтому давайте заполним заголовок другой клей и джуниор до джуниор вот так вот текущая должность ну текущий давайте оставим либо ну меняйте если вы неправильно указали так отрасль в которой вы работаете также заполняете образование ваше далее сторона регион если у вас все правильно подтянулась оставлять если нет изменяйте плюс есть такой раздел контактная информация жмем редактировать тут добавляем конечно свой телефон указываем что это не домашний а мобильный адрес я не знаю если хотите указывайте не хотите не указывать но я думаю предела города будет достаточно там написали город киев мы либо ваш текущий адрес день рождения да если хотите укажите 28 июня так плюс добавить а м так ну добавляем контакты добавляем ваш skype и секью google hangout если они у вас есть ну я думаю только skype всеми остальными средствами связи люди сейчас пользуются не так часто тут какой нибудь тест 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 вот так вот будет нажмем кнопочку сохранить жмем кнопочку сохранить еще раз и вот еще один раздел у нас заполнен так давайте пролистаем наш профиль к низу не вот из такой раздел еще опыт работы его можно как изменить да вот тут я так понимаю данные подтянулись которые мы заполняли при регистрации до либо добавить новый давайте нажмем плюсик попробуем что-то добавить менеджер по продажам тип занятости какая была выбираем либо предприниматель фриланс эти напишем фриланс название компании трейдинг о да если подтянулась ваша компания конечно выбираем ее из списка если нет оставляем так местоположение давайте питер напишем санкт-петербург ухты флорида ну пусть будет если вы работаете на данный момент данной компании до галочку оставляем если нет галочку убираем тогда и можно указать время начала работы допустим работали на еще 2009 году а закончили в ноябре 2013 но и описание тут можете добавить такое добился повышение продаж на 50 процентов ну и так далее пишите какие-то да там достижения вставляете если есть какие-то медиа ресурсы ну ссылочки на сайт этой компании может у вас там какие-то сертификаты с этой работы остались ну в общем на свое усмотрение жмем сохранить так и вот видим появилась у нас еще во должность менеджер по продажам так прокручиваем страницу вниз и тут есть такая интересная вещь вот в разделе где вы указали навыки можно пройти тест и подтвердить свои навыки ну вот кстати некоторые высветились да у меня допустим html жмем тут будет 15 вопросов с вариантами ответов до полторы минуты дается на вопрос и ваша оценка должна быть в топ в топ 30 процентов что получить значок ну то есть подтвердить свою квалификацию язык на английском будет этот тест проходить можно также порепетировать перед этим но потом нажать начать в общем сами посмотрите конечно сначала надавите порепетировать ну и пройдете это если не с первого то со второго с третьего раза ну посмотрите какие тут еще навыки есть вот их целая куча дав показать еще тесты в общем их целая куча возвращаемся на главную страницу тут же рядом находится раздел образования но тут указан институт который мы указали при регистрации давайте добавим что-то еще жмем на плюсик давайте добавим курсы учебное заведение пишем skill up либо любое другое степень я бы пропустил специализация quality assurance quality если она так пишется насколько еще может я ошибся проверьте дата начала указывайте да там когда вы обучались либо любые другие курсы указывайте вот средний балл пишем 5 плюсом если у вас выставлялся балл деятельность указывайте духовой оркестр но я думаю это будет лишним описание медиа ресурс если вы получили какой-то сертификат ставьте в общем ставите эту фотографию меня сейчас нету но вы вставьте жмем сохранить так где это у нас она добавилась это у нас была а вот в разделе образования да просто она была свернута видели добавили мы так подымаемся наверх у нас не заполненных остается буквально несколько разделов давайте добавить раздел нажмем общие сведения еще раз общие сведения и видим тут текстовое поле где можно написать практически все и нам на и на это дается 2600 символов но тут в основном пишут ваши хард скиллы ваши софт скиллы в общем поняли да что надо писать hard и софт скиллы ну либо что-то еще ждем сохранить сохранено наш профиль эффективность профиля увеличилась заполняем оставшиеся разделы так навожу я указатель мыши на эффективность профиля осталось только должность но должности и вот здесь кстати я не нашел поэтому нашел надавил я потом сюда и тут у нас есть такой раздел текущая должность честно говоря не понял почему она там осталось не заполненная давайте нажмем новую должность сейчас возможно это у меня глюк какой-то название давайте должность тип занятости полный рабочий день компания microsoft нажму сохранить так же вам сохранить все профиль наивысший значит все разделы у меня заполнены давайте обновим страницу тогда панель мониторинга профиль наивысший то есть мы заполнили все разделы наверное что-то там с должность у меня было изначально неправильно указано в общем можно проверить потом будет на на этом в принципе все видео и так получилось достаточно длинным но я думаю суть вы поняли как пользоваться этим сайтом пишите вопросы какие у вас еще остались но я наверное еще сделаю два может три видео по пользованию этим сайтом как устанавливать контакты как искать вакансии но и так далее и тому подобное всем спасибо за просмотр этого видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и добавляйтесь не в друзья в линке дыни ссылочку оставлю